В Люберецкой администрации прошел семинар по безопасности и травматизму на рабочих местах. Участники встречи дали разъяснение по соблюдению правил безопасности и рассказали о несчастных случаях на предприятиях. О выводах в материале Александры Томей. Заседание Координационного совета по охране труда началось с аналитической справки по травматизму на производстве. Назвали самые частые причины получения увечий на рабочем месте. Отмечу, что молодежь – самая уязвимая категория работников. Низкая культура безопасности, безопасного поведения, неиспользование средств индивидуальной защиты, слабая подготовка в сфере охраны труда, а также неформальная занятость, которая приводит к нарушению трудовых прав молодых сотрудников. Несмотря на все меры предосторожности, несчастных случаев не удается избежать. Так на Люберецком заводе мостостроительного оборудования мужчина получил тяжелые травмы, упав с высоты. Основными причинами данного происшествия послужило то, что у работника Дубины Сергея Геннадия Григорьевича не было обучения и допуска для работ в высоте. Для профилактики производственного травматизма в 2017 году фонд социального страхования выделил Люберецкому округу порядка 14 миллионов рублей. На эти средства почти 130 организаций провели медосмотры и обучение сотрудников, закупили средства индивидуальной защиты. Другая мера профилактики – регулярные встречи работодателей и представителей ведомств. Регулярно посещаю подобного рода мероприятия по приглашению администрации. И я считаю, что их проведение очень важно для предприятий, поскольку вот такое вот именно отношение городских властей к вопросам охраны труда, оно, во-первых, как-то и стимулирует работодателей пристальнее заниматься данными вопросами и помогает нам, как специалистам, руководителям службы. Работа Координационного совета действительно стимулирует предпринимателей делать рабочие места безопасными. По сравнению с 2014 годом у нас в два раза снизился травматизм на территории городского округа Люберца. Ежегодно на своих рабочих местах погибают около трех миллионов человек во всем мире. 15% смертей связаны с несчастными случаями на производстве. Александра Томи и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.